В Тюменских лесах начался пожароопасный период и устраивать пикники, особенно с огнем, можно только в специально отведленных местах. В областной столице и ее окрестностях их около 20. Шесть бесплатных зон отдыха расположены в районе ТЭЦ-2. Там же, на пруду лесной, есть и платная база. Абсолютно легально можно устроиться в Гилевской роще, парке Гагарина и Плехановском бару. Оборудованные площадки с мангалами, мусорными контейнерами. А кое-где и с беседками есть на каждом тракте. Больше всего по Слаирскому и Старому и Лутеровскому. Кстати, в следующем году мест отдыха прибавится. Это пруд студенческий на Мельникате, серебряный в районе Воиновки и школьный на Лагунова-Федорова. Друзья, если вы только к нам присоединились, напоминаем, сегодня понедельник, 29 апреля. В этот день, 81 год назад, в СССР были созданы бригады содействия милиции. Они помогали сохранять спокойную жизнь советских граждан. И надо отметить, дружинники быстро стали популярными. Туда принимали тех, кто достиг 18-летия, причем только по рекомендации. Ну а в наши дни в Тюмени патрулирование ведут Дерзкий и Бомбардир. О них подробнее Александр Сосновский. Пока отдыхающие жарят шашлыки, Дерзкий и Бомбардир работают. Эти кони на дежурстве. И вместе с всадниками Олегом и Максимом они следят за порядком. Компания выходные всегда проводит здесь, в Гилевской роще. Но раньше кон и патруль не встречали. Ну контролировать, я думаю, конечно нужно. Всегда нужно. Тем более это лес, да, и в принципе пьяная компания. Ну а в принципе, сколько мы бываем, таких инцидентов не замечали никаких. Дерзкий и Бомбардир тем временем привыкают к славе. С конями часто просят сфотографироваться. Животные реагируют на это спокойно. Конь, естественно, что ведет себя не так, как подробный конь. То есть на природе животное ведет себя по-другому. Ну в принципе, эти кони, они у нас умницы. Они ведут себя замечательно, не обучены специально. Тандему Юрия и Олега почти 20 лет. А боевые четвероногие товарищи еще совсем молодые. Но и эта пара должна сработаться. У вас все в порядке? Да, конечно. Никто не обижает? Нет. Все замечательно? Отлично все. Приятного отдыха. Ну а если необходимость возникнет, гуляющие по парку готовы обратиться за помощью. Ну почему нет? Конечно можно. Я думаю, они для этого тут и нужны. Представители власти в форме такие все серьезные. То есть нормально должно быть. Тем более, что на связи с казаками оперативные сотрудники полиции. Каждый час дежурные по парку докладывают обстановку. Посетителей немного, все стабильно. Все патрулируем. После 8-часового рабочего дня дерзкому и бомбардиру предстоит вернуться домой в Мальково. Путь не близкий, потому они пойдут туда не своим ходом. Их доставят другие кони. Железные. Александра Сосновская, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро.